всем привет с вами нинель сегодня мы будем смотреть как я готовлю суп пюре из овощей вот именно в таком наборе как вы видите я не готовила так что будет импровизация я готовила или цветная капуста и брокколи или цветная капуста брюссельская брокколи со шпинатом и брюссельска отдельно готовила 4 наименование овощей я не готовила одновременно взяла сливки половина сливок половина молока не хочется вместо полностью сливки были можно на пару это все приготовить но я буду обычным дедовским способом отварю и недолго буду варить минут десять шпинат поменьше наверное в отдельной посудине приготовлю и при как это еще я поставила блендер сейчас я значит промоем эти продукты разберу на соцвете брокколи поставлю воду и когда она закипит я уже в кипящую воду опущу овощи а колечко колечко только если смотрела на меня уже смотрит где там джей вот уже любит его опять приняла местоположение обычное когда я захожу в зону кухонную ой кейла 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 ой как будто не слышит кейла омой диа ой бэйби ой лавли дох о господи вот на я рыбнивец прибежал кейлочка ты кейлочка мальчик мальчик вы кейлочка жмите если хочешь позвать мяки то нужно позвать кейлу дай кейлочку обратиться кейлочке ласково сейчас я себе кофейку заварю и начну работу что я хотела сказать вот брокколи и цветную капусту желательно если вот она у вас с огорода с грядочки то положить в холодную подсоленную воду чтобы все вот эти мошки и блошки всплыли ну здесь она уже я думаю убита убита химикатами ни блошек ни мошек но буду надеяться а то вдруг всплывут если всплывут то все пойдет в унитаз ну все продолжаем дальше я промыла овощи шпинат вот листики перебрала травинка там попалась слушайте, кейла у нас чукнулась она уже сейчас видит привидение не ждет хэллоуина нашла себе собеседника там где-то собачка отгавкивается и вот она стоит посреди газона и переговаривается мешает работать так, вода у меня закипела сейчас я буду закладывать овощи у нас пароварки нет а есть такая же вот как у многих в России штучка специально для того, чтобы на пару варить но это для небольшого количества овощей а у меня что-то сегодня по-богатому ну наша компашка какая я же хочу на всех хотя бы попить капель кстати, я проняла на грудь кофейку очень хорошо только не могу вот это же отказаться чтобы не попробовать очередную гадость вот это значит я купила кофе-крем это сливки для кофе он шоколад тафи бельгийский шоколад тафи ой здесь с разными вкусами есть вот эти сливки для кофе ну он сказал, все, вот эта последняя бутылка больше не буду буду пить как раньше хотя сейчас мне уже мой стоматолог сказал когда у меня будут новые зубы у меня скоро вырастут новые зубы шесть рядов то нужно пить кофе с молоком и сразу чистить или полоскать после кофе зубья зубья мои новые так, не отвлекаемся продолжаем готовить так, сейчас я шпинат положу в другую кастрюлечку почистила плиту теперь у меня одна конфорка только работает нафига я ее чистила оказывается вот эти штучки металлические можно купить в магазине я говорю, ну что нам тогда надо каждую неделю их покупать, менять как они грязнятся ну вот мне Надя Бейкери посоветовала фольгу прокладывать внутренне Джей сказал, что он так ему так не нравится ну не нравится, пусть покупает не нравится спимая красавица, как говорится жду пока закипит вода е-мое во втором да, девочки мальчики надо 7-10 минут на умеренном огне вот в кипящую воду чтобы вот это не переварить ну лучше у кого есть, конечно пароварки лучше готовить все на пару по мне так лучше вообще не готовить нифига вот эта еда это нужна одни проблемы с ней ой, не с едой, а с фигурой потом так, надо поменьше делать ага, газик а вот это вот это накалилось а это так и не заработало ладно, сейчас буду шпинат с третьей попытки шпинатик буду закладывать шпинат, конечно, не 10 минут варите поменьше ой листья зачем переваривать эти полезные и бруссельскую капусту цветную капусту смотрите как бы под контролем может быть даже и меньше там 70 минут как у вас как у вас политофорочит проверяйте на готовность я люблю, знаете, тоже как вот макароны эти паста аль денте чуть-чуть недоваренные так я люблю вот и овощи вот капусту я если борщ готовлю тоже ну картошечка такая, чтобы конечно доваренная была а вот капусту я люблю прямо вот знаете, чтобы немножечко как бы хрустела не была такая вот прямо мягкая мягкая противная мне не нравится вот хотела вам сказать может быть вы знаете ну это конечно все очень полезные овощи которые я сейчас готовлю вот и шпинати вы знаете девочки мальчики что выводят шлаки и токсины ну это я так а так конечно это я так а так много очень полезных свойств в шпинате броккли это ой нет брюссельская капуста источник фолиевой кислоты но есть я вот читала есть противопоказания у тех у кого проблема с щитовидкой она как бы вот может нанести вред щитовидной железе так что будьте аккуратны в приготовлении брокколи ой этой брюссельской капусты а брокколи ну вот самое основное полезное свойство такое значимое это борьба с раковыми клетками и различными инфекциями так что так что тут у нас уже наверное шпинатик готов я так думаю можно выключать так и здесь проверим ну пусть еще время еще не вышло можно шумовкой это все снять но я наверное солью мне нужен будет бульон немножко того бульона немножко сего потому что если шумовкой вообще шумовкой можно все выбрать короче сейчас я соображу как я буду сливать вот я слила обратно в кастрюльку компот господи настой из трав настой из овощей отвар овощной значит как бы это отвар же из овощей как он называется вот ну ладно вы видите что у меня цветная капуста разного сорта вот наверное заметили беленькая желтенькая прикольно желтенькую я как-то не видела в основном беленькую у нас ну сейчас я буду закладывать в блендер и работать буду с блендером ой мрак ну вот это что я тут можно было три супа сделать и каждый день свежий не рассчитала ну опять же на компашку нашу нормально достаточно будет вот так по ложечке попробовать нормально я думаю так как у меня овощи немного недоваренные ну как бы слегка ну прям вот чуть-чуть так жестковато я говорила что я это люблю ой широковато жестковато широковастенько жестковастенько люблю вот новое слово паразит то в предыдущем видео конечно что у меня там короче-короче теперь вот то я добавляла отвар овощной немножко отвара потому что что-то не перемешивались в этом нашем старом блендере нужным образом короче ой опять короче добавлять немножко отвара бульона вот этого овощного господи бульон это же бульон вот отвар ну почти одно и то же и сейчас я подогрею сливки я зачем-то подогревала сливки кто мне скажет зачем мне кажется я раньше подогревала сливки ну нужно следить чтоб не закипели зачем их подогревала если я вот здесь опять их сейчас вот вылила и буду как бы немножко проваривать со сливками немножко бульона немножко сливок смотрите там по густоте как вы любите для меня нормальная густота вот такая добавьте соль перец по вкусу еще я читала когда-то рецепт вот этот когда первый раз для себя открыла мускатный орех можно вот измельченный не знаю я не добавляла и чем он нужен из вращения нам ни к чему до кипения конечно не доводите так вот булечки начинают появляться уже выключайте и желательно накрыть крышечкой и дать настояться минут 10 где булечки вот появляются пузырики я выключаю отставляю и накрываю крышечкой 10 минут пусть настаивается я развела по красивым тарелочкам так мы конечно не едим каждый день вот тут фарфор мамонькин золотой каемочкой я вот забыла вам сказать что когда я отварила овощи то я отложила по одному соцветию брокли для украшения если у вас больше членов семьи то сделайте больше этих украшений можно еще так знаете сухарики добавить но мы без сухариков будем хлебать будем из красивой посудки хлебать значит это мамины талерочки мои мельхиоровые ложечки потому что что-то я пока брезгую этими серебряными есть что-то и прямо не могу вот глянем с этой стороны прошу к столу гости дорогие мы уже с джеком подождем когда наша очередь придет а это вот для вас кто первый все всем пока надеюсь этот вкусный полезный суп пюре или крем суп вам придется по вкусу п Come крем кр крем